добрый день дорогие друзья уважаемые коллеги спасибо что присоединились к очередному эфиру нашего проекта очки маска две перчатки серия интервью с врачами ковидобурцами сегодня у нас потрясающий гость это главврач городской больницы номер два города белгорода белгорода прошу прощения антон бондарев антон привет да добрый день всем приветствую вас очень рада высокую оценку спасибо конечно такая планка ожиданий расскажи как дела ну не знаю чего начать на самом деле пока обстановка у нас стабильная но сегодня на сегодняшний день честно говоря мы видим небольшой прирост просто обращающихся просто госпитализируемых и это немножко начинает настораживать а что такой небольшой прирост вот сколько это в процентах в человек да я хочу сказать наверное что все-таки мы их регион и регион наверное относительно хоть недалеко от москвы но мы такой угловой да скажем потому что граница с украиной закрыта и у нас нет такого потока большого сюда трафика сажиропотока трафика да и так далее хотя много приезжих из москвы которые на время эпидемии и когда вели карантинные меры уехали из столицы но если мы говорим о том что в начале нашего пути 15 апреля мы получали там среднем 78 пациентов в сутки на майские праздники тоже шли там примерно там от 7 до 12 нас 14 пациентов госпитализируемых то сегодня это уже больше 30 и точнее за прошедшие сутки и на сегодняшний день а вот буквально только информация что боксы все забиты приемное отделение просто горит плане того что большой большой поток пациентов надо понимать это следствие первомая ну я да думаю что это первомайские праздники потому что все таки давай ведь откровенно народ русский он своеобразный и конечно некоторые когда говорится пустили все на авось вось пронесет а меня это не коснется а я в это не верю но откровенно говоря что такие фразы мы сегодня слышим и слышим это не только со стороны а слышим своих кругах где-то там через знакомых насколько на твой взгляд обеспокоены врачи я скажу откровенно тесно откровенно врачи вот в регионе в нашем поначалу были очень сильно обеспокоены я скажу даже откровенно напуганы хотя казалось бы 2009-2010 год тогда еще меня в регионе не было я еще тогда работал в петербурге и многие боролись с эпидемиям сильного гриппа и конечно колоссальная работа была и многое количество заболевших и была летальность высокая просто-напросто тогда медийно так это все не полизировали а сегодня насколько медийно это все вывели да мы говорим о том что на каждом канале в каждом интернет-ресурсе сегодня только из и шишковид врачи сильно были напуганы когда мы начинали работать это была сопротивляемость это было нежелание это было всячески возможность уйти от данного вида деятельности некоторым специальностям там соматического профиля не хотели коллеги но начав работать там спустя там недели две так скажем спал наверное такой вот напряженный резус когда действительно врачи и медицинский персонал средний немножко так успокоились и поняли что ничего там страшного нет соблюдо меры логической безопасности если можно работать и спасать жизни людей помогали а вот ты говоришь что раньше были очень сильно обеспокоены сейчас обеспокоены меньше а по каким индикатором это определяешь по простым индикатором меня просто-напросто отказывались люди работать подписывать информационное согласие подписывать согласие на работу и просто вот категорично не будем и все что тогда какие-то санкции предполагались за это а какие санкции мы не можем человека заставить да то есть сначала это было так кто готов и первую очередь конечно что для врача важно мотивация я из собственно говоря средняя зарплата врача у нас сегодня ранее 65 70 тысяч рублей я собственно говоря половину добавлял за работу в ковид-центре лично как руководитель как администрация мы решили что мы добавим врачам и добавим медицинским сестрам то есть мы определили пул для начала пул работников которые специалистов которые подтвердили желание с точки зрения отсутствия страха и желание наверное помогать а потом еще и подзаработать потом прошло время еще люди пришли сказали ну в принципе мы тут подумали мы готовы то есть сами по себе пришли да ну наши коллеги которые там ушли либо в отпуск либо там за свой счет пожелание сразу все было за свой счет ну как правило мы увидели кого первую очередь это пул сестер и врачей старшего возраста то есть наши и 5 6 вот и этот контингент в первую очередь отказался работать остальным собственно говоря поддержали подтвердили желание сейчас мы даже видим что и те специалисты а это хирурги травматологи гинекологи урологи которые сегодня тоже нам нужны они прошли 30-часовой курс по к вид и ну и собственно говоря из и остальные специалисты соматики да мы всех поручили они сегодня работают и хирурги кстати в первую очередь сказать мы будем нам все равно вот казалось бы да соматика сопротивлялась а хирургический профиль там подтвердил сразу свое желание работать то есть хирурги традиционно такие боевые ребята да хотя знаешь вот некоторые говорят что соматический профиль задвигают терапевтов не все там чествуют я считаю что сегодня терапевта многое зависит особенно наших условиях у нас клиника она специализируется на экстренном оказании медицинской помощи и порой слово терапевта но и решающая роль играет не надо списывать его со счетов поэтому мы не делим никого там кто-то должен быть более в почете а кто-то все одинаковые все специалисты для нас важны расскажи про сиз очень много тревоги беспокойство врачей и медсестер связано с опасением что сиз будет не хватать что недостаточно носить хочется еще дополнительную защиту как у вас обстоят дела ну откровенно давайте скажем так что сегодня с сизами проблема по всей стране почему она произошла это большой вопрос но я слышал такие истории когда в конце декабря в начале января скупались все сизы и уходили на хабаровск так это или нет но мои некоторые знакомые из петербурга занимались такими вопросами конечно мы потребляли сизы всегда потому что они у нас всегда есть у нас есть открытые зоны где врачи должны применять медицинские сестры и прочий персонал но к такому объему мы на были не готовы до сегодня сиза сизов есть наверное нехватка какая нехватка но допустим у нас на трое суток запас имеется мы определяем ежесуточное количество выходящих смену специалистов почему не просто почему-то у нас сегодня 522 койки у нас два корпуса где 180 к 342 и вот пока не были запущены 342 койки мы понимали количество на 180 сколько мы понимали что там работает 150 человек и мы понимали что там три смены и собственно делали расчет два с половиной на одного специалиста и тем самым выводили арифметическую цифру и имели запас сегодня коек стало больше и конечно запас тоже стал больше но он расходуется и мы видим что запаса на трое суток нам хватает и допустим к и мы должны обеспечить так что на трое суток минимум его хватало у нас в регионе есть предприятие который находится старом осколе она шьет для нас маски шьет для нас бахилы шапочки и комбинезоны одноразовые которые используют в работе остальное через департамент здравоохранения области которые эту ситуацию постоянно контролируют так сказать рука на пульсе с точки зрения что такое количество чего вам необходимо и резерв который структуре департамента нам окружает по мере необходимости но площадки есть да они смотрят расход по каждой площадке и и мы внутри клиники следим также за расходом сизов всем кому выдается под роспись проведены все проведены все методические пособия обучения с каждым практически как правильно одевать как правильно снимать как правильно эксплуатировать и утилизировать или там замачивать если это многоразовое что где очков или многоразовых сизов собственно говоря каждый под роспись понимает он получил он ознакомился изучил все ответственность с другой стороны довольно многие врачи медсестры жалуются на то что но работать сизе довольно дискомфортно запотевает очки или маска двух или в трех парах перчаток неудобно невозможно в вену попасть все потеет и чешется и как туалет ходить тоже непонятно вот было ли у вас там был ли какой-то разговор на этот счет с врачами и медсестрами как-то в это обсуждали возможно вы знаете мы все эти годы наверное скорее расскажу я не так давно долго носите на своих старших коллег работаю мы просто привыкли к типичным комфортным условиям нас никогда наверное не подталкивала жизнь за последнее время каким-то таким ситуациям у нас порой даже люди руки не обрабатывали так как надо откровенно говоря ну вообще что здесь скрывать когда мы сегодня шли на получение сертификата до менеджмент качества который успешно получили в конце 19 года мы некоторых медсестер просто мы стояли над ними учили правильно обрабатывать правильно их мыть правильно обрабатывать и так далее да не комфортно не комфортно в двух перчатках это не то что ты сегодня там не в одной паре попадаешь вен да наверное есть и некомфортно работать 8 часов смены в сизе особенно если он многоразовый я вот вчера практически весь день в нем проходил сняв я был весь мокрый весь абсолютно это тоже надо понимать но мы говорим о безопасности и наверно безопасность превыше всего это самое главное поэтому надо уйти из зоны комфорта и работать работать в тех условиях которые сегодня жизнь нам поставила перед факт но вот смотри если говорить например про навык мытья рук вот когда-то я стажировалась сингапуре и в одном из госпиталей рассказывали как была построена программа обучения медсестер правильной технологии шаговой технологии мытья на рук и весь этот проект занял год от момента формализа да от момента того как прописали сопы до момента когда каждая медсестра каждая каждая в этой медицинской организации с закрытыми глазами в любом состоянии при любом форс-мажоре соблюдала вот эту технологию у нас сейчас у тебя сейчас не было такого времени на раскачку и очевидно очень много приходилось осваивать по ходу процесса видел ли ты какие-то особенности в том что врачи например терапевтических специальностей обладевают навыками реаниматологии по порядку да смотрите получается что на сегодняшний день у нас есть небольшой плюс перед ситуацией такой мы получили сертификат менеджмента качества там прошли очень много обучения прописали соп и все алгоритмы и собственно говоря тренировались выучили и уже готовы были да это и планирование это и правильная правильный подход каждому пациенту это обработка все у каждой медсестры прописан весь алгоритм и и действия находясь на работе начинает ее приход на рабочий мир заканчивая тем что напрощается с пациентами и уходит домой мы сегодня зашли в программу бережливых технологий совместно с русатомом ряд подразделений прошли картирование и так далее так мы уменьшили потери и тем самым научились тоже где-то правильно работать поэтому заходя вот сейчас в эту ситуацию мы немножко были я считаю были подготовлены с точки зрения реанимации в этой ситуации тоже мы практически весь все все подразделения еще в том году каждое отделение всех врачей полностью обучили и прошли тестирование как правильно против эмоционных действий это было необходимо и сегодня в рамках менеджмента качества получения сертификата поэтому в этой части мы были готовы немножко были спокойны с точки зрения обработки и мытья рук сегодня этого один из важных этапов вот с учетом нашей работы а могу сказать что есть вопросы есть вопросы не все не все вспоминают что нужно и так далее приходится стоять и подсказывать или эпидемиологов засылать но вот сейчас уже как бы с этим проще да то есть мы даже смотрим количество расходов средств по каждому отделение а что ты скажешь про боевой дух какая психологическая обстановка но по поводу психологической обстановки поначалу его не было я тебе уже говорил да что были проблемы в этом плане все наверное зависит от капитана потому что мы сегодня наша администрация сегодня не на секундочку не прошу прощения наше наше подразделение сегодня администрации да не на секундочку не не было такого доли сомнения какой-то мы понимали что нам предстоит работа и у нас нет другого пути нет нет назад дороги и только вперед тем самым мы поддерживали в принципе всех специалистов и медицинских сестер где были сомнения они были где были сопротивления они тоже были где были скажем точечные очаги которые провоцировали это все я скажу откровенно встречался со всеми начиная от врачей там наших самых выдающихся заканчивая санитарками которым все объяснялось ходил сам приходил подразделение мы собирали коллективы мы точно разговаривали я пытался даже где-то наверное донести максимально вот подробно что это такое и как предстоит нам дальше жить с поддержкой и так далее мы тоже время сейчас живем в условиях довольно высокой неопределенности сколько будет продолжаться эпидемия как это все будет вот и упоминал что сейчас следующую волну ждешь усугубление ситуации здорово что ты информировал своих сотрудников однако здесь не так много о чем можно информировать там многие факторы остаются вне поля нашего понимания вот как с этим быть врачи говорят например сустина мы боимся заразиться мы боимся домашним своим принести было такое было такое я скажу откровенно у меня тоже есть домашние вместе старшее поколение младшее поколение есть группы риска даже у себя в семье поэтому откровенно сегодня принял решение связи с тем что мы начали наполнять корпус что я съезжаю из дома но что хорошо и здесь надо сказать должное большое власть а нашим региона нашему губернатору поле департамента заместитель губернатора поле департамент здравоохранения мотари николаевне зубаревой то что было все правильно организовано нам дали возможность проживания в отеле сегодня 55 человек живет в одном из отелей нашего города до отеля и от отеля а также домой у нас организована транспортировка сотрудников единая транспортная компания предоставляет эти услуги поэтому в этой части есть выбор если сегодня сотрудник нашей клиники особенно тот кто работает с потенциально к видными пациентами у него есть выбор может ехать в отель он может добираться специальным транспортом или можете ехать домой если он считает что нет никакой угрозы он проживает один то есть в этом проблем нет в этом проблем нет а что с питанием с питанием немножко сложнее пока откровенно скажу что нет пока так сказать партнеров или людей которые нас поддерживают с точки зрения вот питание там выделяются небольшие объемы в виде печенье такое чайного набора кофе печенье дают власти тоже нас поддерживают но вот как показывают примеры в москве и санкт-петербурге когда при крупные рестораторы могут позволить себе кормить сотрудников у нас пока такого наверное регион скорее всего с этим связано они тоже сегодня не самых лучших условиях и я знаю многие со многими дружи общаюсь испытывают непростые времена хотя сегодня с 12 мая по-моему у нас послабление есть и летние кафе по-моему открываются в связи с этим еще тоже может быть усугубление ситуации дай бог чтоб не было но я все-таки и и предвижу готовимся к себя как всегда вот к худшим вариантом скажи пожалуйста вот я знаю что ты так сказать в анамнезе военврач да на твой взгляд текущая ситуация похожа на то чему ты учился ну в какой-то степени похоже да я думаю что я учился уже достаточно вот относительно давно или недавно вот проходили эпидемиологическую да она близка и мы сегодня согласно всем этим моментом сегодня все это через себя пропускаем подготовились мобилизировались вовремя нужно сказать что для клиники не характерно такое направление у нас никогда не было сонного отделения мы работали вот как больница скорой медицинской помощи хирургический и соматический профиль два первичных отделения и сегодня один из корпусов первым пошел на этап трансформации за две недели даже поменьше 10 дней раз вместе совместно со строителями совместно специалистами которые занимаются медицинскими газами было полностью переделаны там планировочные решения созданы шлюзы разведения потоков разводка газов это произошло произошло в период с первого даже не с первого с 5 апреля по по 14 по 15 15 числа можно начать принимать первых пациентов вот прошла трансформация такая оперативно быстро просто здорово со своевременно и 180 коек в том корпусе 126 коек с кислородной поддержкой 54 койки это койки обычные без кислорода вот а второй корпус 342 койки он изначально был нами отремонтирован еще несколько лет назад там практически из 342 все 342 койки отведенные под этот профиль на не полностью стороной поддержки то есть мобильно своевременно с с разделением зон разведение всех поток сейчас довольно много появляется публикации в основном китайских про психологическое состояние медиков ковидоборцев и врачей медсестер и когда я стала как-то глубже погружаться в эту тему я обнаружила очень много публикаций из предыдущих времен в частности после эпидемии сарс 2003 года и исследователи замеряли разные параметры психологического состояния в частности уровень стресса в частности уровень сна потому как нарушение сна является самым главным предвестником того что наступит психологическая травматизация и дальше может развиться посттравматический стрессовый синдром и медик будет себя психологически чувствовать плохо угнетенным и вот они частности выявили следующее что среди факторов которые способствуют развитию такой психологической травматизации много факторов какие-то формальные биографические факторы но среди прочего на одном из первых мест это поддержка и признание со стороны руководства и коллег если это есть то у медика существенно меньше шансы на психологическую травматизацию на то что потом в будущем ему придется страдать от депрессии тревожного расстройства и посттравматического стрессового расстройства вот я тебя хотел спросить про вот эту поддержку и признание что на твой взгляд делается внутри больницы что делаешь лично ты у нас внутри больницы созданы чаты врачами с медицинскими сестрами ежедневно мы ведем переписку видим где на что сегодня обращают внимание наши коллеги на что жалуются чего им не хватает откровенно скажу что ну наверное не знаю буду я ли вот скажу такие громкие слова хорошо что наверное будут нам нужны будут психологи сегодня мы уже об этом думаем и разговариваем внутри себя о том что должен быть психолог который бы работал с нашими коллегами почему потому что во первых ну давай так страхи были бы ушли ушли а возможно не ушли потому что мы видим как теряем коллег на этой поле битвы на территории нам не только нашей страны а всего мира да и сегодня важно важно сделать такой шаг когда медик должен стать героем героем нашего сегодняшнего времени где действительно это будет не многословно это будет выглядеть как факт потому что сегодня многие из нас живут в клиниках многие из нас оставили свои семьи кому кто-то вынужден был уехать переехать тут вообще не появляется потому что физически не может уйти из клиники то что должен и обязан и себя сам призвал к работе с тяжелыми пациентами вот наверное признанием и поддержка через социальной сети от не только от наших там замечательных поп звезд артистов и так далее но от обычных людей которые сегодня скажу слава благодарности искренне слава благодарности это наверное мотивационная часть которая сегодня подкрепит так скажем не самые высокие зарплаты которые сегодня есть наверное да в отличие допустим от айтишников там или консультантов того или иного вида профиля направлений вот сегодня эти вещи их нужно вот продвигать их нужно сегодня них нужно говорить и врач должен сегодня выйти на врач медик выйти на первые позиции точки зрения востребованность с точки зрения защищенности с точки зрения подкрепленности со стороны материальной части это должно мне кажется вот быть сегодня уже не ждать завтрашнего дня когда закончится а это прекрасное благопожелание я поддерживаю всей душой вот интересно что мы можем делать прямо сейчас вот и упомянул что в чатах коллеги обсуждают чего им не хватает от чего они страдают может какой-то пример привести например чего не хватало но и что но вот был пример даже элементарный да по поводу сизов некоторые элементарные вещи некоторые видели вот одноразовый комбинезон и были что как вот в нем работать он практически просвечивается мы там видели по телевидению как других сизах работы так далее то есть мы разбирали эту ситуацию мы показывали все регистрационные удостоверения мы показывали степень защиты там из запрашивали даже какие-то испытания там на предприятии чтобы доказать что он сегодня и защиты были другие моменты что вот в конце рабочего дня когда восемь часов от работа надо было завести электронные дневники пациентов да убивать данные это было невозможно и так далее помощь дали секретарей то есть большая ординаторская вот в терапевтическом корпусе секретари работают совместно с врачами они надиктовывают секретарей вбивают в портал секретарей кто волонтеры или сотрудники больницы сотрудники клиники мы же их вели вообще должен секретаря уже как бы давно с точки зрения разгрузить работу врачей чтобы они больше для ли внимание пациентам особо хирург которые возвращаются двух-трех-четырех операций им нужно запомнить дневники и провести осмотр пациентов пообщаться и так далее секретарей в помощь они собственно где тоже там работают потом помощь с точки зрения опять же там чай кофе бутерброды и так далее внутри клиники сами наши коллеги организовывали помогали и так далее в чистой зоне здесь элементарная поддержка но и знаешь и я всегда на связи для всех то есть нет такого что главного врача не найти главного врача не дополни достать недополучить всегда на связи со всеми стараюсь общаться и поддерживать своим словом супер но я со своей стороны всячески поддерживаю идеи пригласить психологов потому как предотвратить психологическую травматизацию всегда легче чем разгребать потом последствия последствия к сожалению будут вот совсем недавно в фейсбуке была большая дискуссия под постом сергея петрикова главврача института скорой помощи скипасовского который написал достаточно эмоциональный пост о том что скорее всего с психологическими потерями мы все выйдем из этой пандемии и я поучаствовала в дискуссии привела данные исследований не так много их есть внутри россии на русском языке они есть но совсем немножко а вот зарубежных исследований довольно много с конкретными выкладками цифрами вот про одну я упомянул что и сам не является сам нарушение сна является самым главным предвестником психологической травматизации то есть если медики плохо спят высоко вероятно что потом у них в будущем будут проблемы психологического характера и тут знаешь что важно с одной стороны человек когда в стрессе склонен недооценивать тяжесть своих симптомов медики не обращаются за помощью потому что им кажется что все неплохо а он уже давно в остром стрессе а сам не осознает насколько это насколько стресс остров с другой стороны мы просто не все знают что есть такие доступные ресурсы и я всячески среди своих коллег и людей с кем я контактирую в медицине популяризую есть несколько ресурсов психологическая помощь для медиков один из так и называется психологи для медиков это бесплатно это волонтерский проект любой медработник врач медсестра может позвонить написать и получить психологическую поддержку и второй большой проект называется мы рядом 2020 по хэштегу можно найти и попросить психологическую помощь это ни в коем случае не стыдно и не страшно наоборот крайне дальновидно потому что опять же исследования показывают что медики испытывающие островое острое стрессовое расстройство продолжают его испытывать и через год и через два и через более длительный период то есть вот они вроде бы ходят на работу вроде бы уже все давно закончилось эпидемия когда-нибудь закончится рано или поздно а вот с точки зрения психологической травмы все остается как и было то есть острота этого не снижается что ты наблюдаешь как главврач у тебя большой опыт у тебя большой коллектив что ты видишь среди своих коллег ну знаешь вот по поводу того что действительно сергей сергеевич я считаю что правильные вещи сказал он написал в аферах он вообще сам по себе специалист высокий профессионал человек большой буквы знаю его лично и конечно он абсолютно прав и мы сейчас должен задуматься о том что будет завтра именно сегодня вот еще и замечательные порталы да я думаю что мы тоже с ними ознакомимся и будем на работать совместно с точки зрения внутри я тебе уже говорил да мы стараемся ситуацию держать на контроле пока я не вижу такого прямо вот крупного какого-то очага или где-то хотя бы даже предпосылок общаюсь спрашиваю кому что нужно какая помощь где что беспокоит потому что с точки зрения наверное той нагрузки мы не так давно работаем это всего месяц откровенно в отличие допустим от московских клиник которые начали намного раньше пока мы не видим таких вот ну вспышек так скажем да чтобы можно было чем-то говорить лично я пока не увидел пройдет время наверное это будет заметно слава богу дай бог чтобы с этим и не столкнулись слушай но под занавес я всем гостям задаю один и тот же вопрос что сделаешь первым делом после того как вот все закончится пандемия закончится больница перейдет на стандартный режим работы знаешь не знаю наверное я хотел бы взять несколько дней отдыха провести с семьей и хотел бы наверное отметить свой день рождения вот на вес собрать всех своих близких друзей и отпраздновать победу отпраздновать победу во первых 75-летие великой отечественной в войне победы да которые мы я честно не не сильно глубоко ее почувствовал хотя старались максимально да и салютировали и показывали фильмы патриотично в онлайн это все было но как раньше это были прошлые годы когда мы относительно праздновали когда мы гуляли по улицам когда мы поздравляли когда мы видели ветеранов или вообще военных а я к ним тоже имею отношение для такого не а вот когда все закончится мы должны две победы это победа над наши за нашей болезнью которая к нам пришла да вот и второе праздник а третий праздник этому день рождения поэтому я думаю что совмещу соберу соберу дома всех своих близких друзей и мы пообщаемся все вместе по многим я скучаю многих я не вижу и так далее ну что я желаю процветания всяческого и выйти без потери из ситуации эпидемии продолжать в том же духе спасибо тебе большое что пришел на это интервью представляю как среди твоей текущей занятости тебе сложно было найти время я очень ценю что ты его нашел спасибо тебе большое еще раз спасибо тебе и всем кто нас смотрит кто нашел время посмотреть эту передачу да это точно ну что ж всем пока до встречи пока пока пока